Предприятие, получившее денежные средства без их обложения налогом на прибыль, может потратить эти денежные средства на цель, связанную с уменьшением объекта налогообложения, например, выплатив заработным плаком. Таким образом, получит дисбаланс в денежных расходах, облагаемых и необлагаемых, и создаст себе запас по расходам в части налога на прибыль и в части НДСа тоже. Это правило работает на сегодня. Поэтому, чем больше предприятие будет получать денежных средств, не облагаемых налогом на прибыль НДС, и чем больше оно будет их тратить на цели, связанные с хозяйственной деятельностью, тем больше у него возникнет запас по прибыли и по НДС. Логично. Источники без налогового получения денежных средств могут быть. Самый простой и самый законный, не вызывающий вопросов. У налогового – это формирование уставного фонда. Формирование уставного фонда может быть как первоначальное, с момента регистрации предприятия заявленный уставный фонд должен быть по общему правилу сформирован в пределах 12 месяцев с момента регистрации предприятия. Мы об этом правиле помним. Есть другое правило, которое говорит о том, что после формирования первоначального размера уставного фонда в любой момент можно внести изменения в учредительные документы, увеличив уставный фонд предприятия до любых согласованных учредителями размеров. Правда? Так вот, на такие повторные или вторичные увеличения уставного фонда правило формирования, наполнения этих увеличений в пределах 12 месяцев не распространяется. Теоретически, уставный фонд в одну тысячу гривен, сколько он сейчас минимальный, я не помню, но для ОООшки он небольшой, в одну тысячу гривен, сформированный на следующий день после регистрации, может быть размер уставного фонда увеличен до 10 миллионов гривен, и ограничений по времени наполнения и частям, которые могут вноситься в формирование такого уставного фонда, абсолютно нет. Это может быть 50 тысяч каждый месяц, это может быть миллион через год, это может быть 5 миллионов через 10 лет, пока существует предприятие, не сформированный уставный фонд, можно пополнять в любом виде, в каком только учредитель посчитает нужным, если это возможно. Поэтому формирование уставного фонда, заранее увеличенного и внесенного в существующем порядке изменения в учредительные документы, поданного госрегистратору, может быть осуществлено в любой удобный для предприятия момент, в любом удобном и приемлемом для предприятия размере. Деньги могут быть потрачены на любые цели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова